всем привет мы продолжаем прохождение война в данный момент мы остановились в локации тюрьма у нас собственно зачарование огня руна маскировки продает невидимость как-то временно огонь просто огнем дополнительно у нас талисман предвидения присутствует который позволяет увидеть обнаруживать скрытые двери скрытые ловушки и так далее и собственную там недели воровка позволяет вам об обкрадывать ваших врагов что кстати очень полезно стоит его поставить на быстрый слой для того чтобы мы могли обкрадывать своих врагов также зачарование хотелось бы поменять что говоря давайте посмотрим у нас собственно восьмой уровень нам подсказал сходу что у нас наличие смертельной опасности то есть враги нас ждут то есть и чемпион отказает поближе нам подсказал что нам стало не по себе это говорит о том что где-то рядом с нами присутствует ловушка собственно это ловушка огня мы сразу нашли же металлический ключик мы видим одного стража давайте его забьем какой же ты а мы убили собственно вора который скрысил у нас пластинчатую броню мы видим сундук который не является мимиком заберем нам подскажут что это кольцо с топазом а по поводу колец не понятно что они себе представляют мы видим еще одного это вдохновленный чемпион скелет который имеет очень высокий шанс уклониться давайте его подождем и скелета в идеале бить ну скелет сгорел собственно мы получили еще один серп нам подскажут талисман перезарядился это хорошо а собственно мы нашли так называемый тайный сад можете увидеть он обозначен у вас в заметках путешественника а тайный сад это возможность собрать рассуду если у вас ее недостаточно также подлечиться если вам выдадут всеми солнечником растение солнечка также возможность забить больших больших сильных врагов без невидимость собственно некромант один из мобов которые присутствуют на текущей локации проблема некромантов в том что с его скелетом драться бессмысленно а вот пить его самого обратите внимание у него очень сильное уклонение либо к талисмо оружие такое настолько неточное чтобы не просто попасть не могу что честно говоря удивительно а у нас присутствует собственно деревянная баррикада как активировать деревянную баррикаду и подписано что можно поджечь как поджечь собственно что поджечь деревянная баррикада у меня нет этого чтобы поджечь вы можете использовать либо зелье огня либо просто кинуть бомбу в деревянную баррикаду также вы можете использовать собственно дезинтеграцию как буду использовать я получили свитки ментального зрения россия уничар учитывая то что у нас присутствует свиток россия уничар мы одеваем кольцо она может быть проклятые поэтому мы заранее как бы себе сами себя подстраховали вот давайте учитывая то что у нас есть свиток россия уничар давайте один пластинчатую броню она оказалась не проклятая для нас она бесполезно а у нас очень-очень много предметов и нам не хватает не все унести а тут несколько вариантов развития событий есть первые самые очевидные это просто сходить к торговцу все продать что мы скорее всего час вместе с вами так и сделаем либо просто положить их и у торговца потом большее количество предметов они сами потом продадутся выкидываем весь лишний мусор чтобы забрать горшок с медом горшок с медом это возможность вызвать пчелу пчела является нейтральным мобом и она будет нападать она будет нападать как на вас так и на ваших врагов что очень полезно берите внимание он постоянно блокирует бары это же таблинида а вы как вы видели там дм присутствует дм это является магом от мага лучше не убегать потому что он вам просто в спину электричеством ударит нам подсказывает что присутствует чемпион на уровне это потому что вам надо быть более аккуратным это огненный чемпион у него иммунитет на огонь наш наш наша задача его просто забить в воде он сжег нам дверь что очень плохо конечно но я не думаю что сильно критично мы в кои-то веке нашли семя солнечника это крайне полезная семечка которая позволяет вам если вы играете беда за питание росы разумеется позволяет вам вылечиться мы собственно нашли дверь который нужен ключик нам не хватает скорости чтобы убегать от взрывающихся скелетов так и не хватает урона заблокировать а точнее у защиты заблокировать урон от взрыва скелетов когда они при смерти взрываются это конечно не плачевно но все таки ну как вы видите тут ничего особого нету единственное тут присутствовало два семя солнечника ну то есть одно семечко и одно растение солнечника которое мы можем использовать для этого нам нужно просто уйти на следующий уровень и потом его собрать собственно дм как вы понимаете с дмом сражаться сомнительное удовольствие как вы видите но в принципе тут он вплотную к нам подошел поэтому нам просто ничего не сделает страж которого мы сейчас будем просто кружить страж упал двенадцатый уровень мы получили давайте вместе с вами прокачаем эту же так называемую жидкую силу воли пускай она будет не знаю насколько она эффективна будет мы восстанавливаем 75 прочности щита печати но на самом деле щит печати у нас не такой большой у нас он присутствует всего лишь 4 единицы то есть для нас он маловат ну чтобы прокачать на максимум щит печати понятное дело нужно качать стальную волю она который дает плюс 2 также качать сам саму саму оружие на сам доспех чтобы на максимум ну как показала практика кстати по поводу кольца кольцо давайте посмотрим что это за кольцо вообще в целом это не кольцо силы вы видите то есть у нас силу не прессуется посмотрим кольцо ли это стрельбы у нас присутствует 5 из 5 бросков это говорит о том что это не кольцо стрельбы потому что при снятии тоже 5 из 5 вот как-то так двигаемся на следующий этаж сразу сходу какого-то видим некроманта спящий ну пускай он там просыпается давайте его подождем проблема в том что некромант стоит в воде из-за этого нам подскажешь на руках не полностью заряжен тем самым мы можем а вот сейчас есть смысл использовать нашу мясо например мы бросаем какая же ты гнида ну мы лишний урон получили из того что он ушел вниз я использовал способность на так называемом воине называется импровизированный снаряды из того что он ушел вниз мы получили лишний урон собственно все проснулись отлично давайте подождем а собственно этот сгорел скорее всего как вы понимаете драться против скелета бессмысленно не кроманта меняем таргет убиваем этого так называемого дм очень много народу здесь в первую очередь нужно убивать именно скелета потому что скелет нанесет урон стражу локация вообще очень плохая в плане того что сейчас мы скорее всего побежим лечиться как вы видите урона очень много мы пропускаем из того что нам просто не дают точность у нас слабовато из-за этого мы опознали кольцо это кольцо урон и кольцо урон и является лучшим кольцом который вы могли бы найти поэтому кольцо урон и стоит использовать на постоянку это одно из самых сильных оружий будет в виде кольца урона поэтому я думаю можно использовать кольцо урона смело единственная проблема в том что если мы будем например играть от гладиатора нам бы конечно в идеале кольцо урона не использовать но кольцо урон универсально оно подойдет всем классом имеется ввиду кто играет через мили собственно как активировать текущую могилу чтобы получить меньшее количество призраков ваша задача встать как можно ближе к стенам для того чтобы вокруг вас было минимальное количество мест и собственно активировать в нашем случае появилось двое призрака как их убить собственно они уязвимы очень сильно неожиданным атакам тем самым вы можете их неожиданно атаку тупо убить собственно проклятое простую штабжание метаболизма на самом деле проклятие метаболизма вносит ха 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 разработчик конечно юморист в этом вопросе мы получили с него зелье исцеления с микроманта благодаря нашему нарукавнику так же мы получили некоторое количество опыта пирог мы унести не можем это говорит о том что у нас просто передвизировка места вот на торец закончилась а как вариант вместе с вами сейчас снять проклятие с кольчужной брони метаболизм конечно шикарная шикарный доспех он обратите внимание плюс 3 на самом деле это шикарная шикарный доспех для нас но проблема в том что мы не нашли еще одно изделие силы вместе с вами как только мы его найдем мы сможем одеть пластинчатую кольчугу на плюс 3 и она будет просто шикарно смотреться но у нас данный пока как вы видите 13 силы учитывая что мы нашли лучший доспех я думаю можно будет как вариант сбросить лишние предметы которые нам скорее всего не понадобится я думаю например серп пламени вообще можно было бы продать что касаемо еды также ее стоит взять с собой собственно нашли алхимика я очень давно искал его мы нашли зелье силы отлично зелье силы позволяет нам выпить и одеть собственно пластинчатую броню и переодеть собственно открепить руну открепить сломанную печать и вернуть ее и прикрепить ее собственно на нашу броню теперь по броне у нас нет проблем по крайней мере временно у нас восемь щита как вы видите достаточно уже многоватенько собственно давайте вместе с вами активируем тринку для того чтобы она просто она была лежала нам предлагают тринки на выбор собственно это либо обрывок пергамента который делает заклинание руны икс 2 обычное проклятие на оружие доспеха обычно проклятие на палочке ну это не работает ну сомнительно не знаю насколько она могла бы использоваться но механика как правильно в 40 повысит шанс появления этажей с ловушками и пропастями на 25 процентов это хорошая вещь если вы играете от ловушек либо например качаете ну либо чистые от ловушек играете что очень и очень полезно иногда бывает но опять же не на всех врагов ловушки работают и ловушки могут быть просто рандомные элементарно мимика я думаю скорее всего будем использовать его а видимо этот огромный клык вырвали удачную мимика и мимики появляться будут чаще аксессуар призывает мимиков на полтора раза чаще и он будет сложнее их обнаружить а также на каждом уровне будет шанс появления очень скрытых и бонитовых мимиков равенном 12 с половиной процентов либо случайный аксессуар один из предметов находясь в мешке в улице спрятан на мешочке который вы не можете открыть процесс алхимика мешочек с квестриц и но вы не узнаете какой аксессуар получите пока не сделаете его ну собственно как вариант можно зарандомить но рандомить конечно сомнительное решение я думаю мимики будут мне как и вам интересны поэтому я думаю мы скорее всего возьмем зуб мимика для того чтобы он просто присутствовал вот нам бы в идеале конечно его загрейдить но у нас пока не чем его загрейживать давайте вместе с вами сделаем собственно опознаем часть предметов что собственно расщепим один и получим свиток предсказания свиток предсказания прочитаем и узнаем некоторое количество колец и свитков давайте посмотрим что это это у нас колыбельная это один из самых полезных свитков в негрейженом виде который присутствует потому что свиток колыбельный позволяет вам на испытаниях очень и очень сильно быстро восстановиться здоровье главное чтобы вас не отвлекали ваши враги от этого если ваши враги будут вас отвлекать конечно вам это не поможет так же стоит сделать жидкий металл но единственное у нас проблема с энергией давайте расщепим например слепняк получим жидкий металл немножко я пирог так и не подобрал да блин нам нужно подобрать пирог вместе с вами как вы видите он там присутствует нам нужно его подобрать для того чтобы сделать мясной пирог а с оружием мы определились поэтому нам нет смысла газовая собственно и это ловушка отравляющая у нас они заполненные где эти ловушки несчастные не заполнены кно с ловушками где ловушки 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 а они видимо не видят я просто видел что у нас присутствует ловушечки вот они собственно 4 из 31 как вариант можно будет не запомнить нам подсказывают что здесь где-то присутствует и давайте активируем как честно я пожалел что активировал плюс он еще и вызвал чемпиона сюда капец драться со скелетом понятное дело бессмысленно мы забили чемпион антимагический он нам не даст возможности пробить его магией собственно улучшение всегда бесполезно потому что пока не получат не получат следующий апгрейд нам некуда будет их вставлять собственно еще одно зелье давайте посмотрим что это фиолетовое зелье а пока не понятно что это за зелье представляет нашли еще один солнечник отлично собственно вор вора лучше всего бить спину это более эффективно потому что ну просто потому что он более эффективен смотрим чтобы у нас было место хотя бы свободное хотя плюс одно если у вас зачарование удачи то лучше несколько свободных мест вот собственно и используем можно использовать в принципе скорополох но я думаю скорополох мы пока поддержим давайте используем ускорение нам дали кольчужные брони для нас она бесполезная потому что мы уже в пластичной броне которая у нас уже уже плюс 3 то есть мы собственно страж он ничем особо не примечательный единственное он как гнида будет нас пытаться нам мешать ударили ему в спину и тем самым он нам выдал кольчугу свою ну как вариант можно часть предметов оставить здесь и сходить у торговца продаться немножко очень просто много предметов и непонятно пока куда их все девать собственно весь уровень ничем он особо не примечательный единственное нам нужно сейчас приготовить вместе с вами еду лишний мусор выкинуть собственно дм и учитывая то что он мак нам важно свиток зеркальных копий вот сейчас кстати говоря свиток зеркальных копий мы вместе с вами как раз и расщепим для этого просто выкинем пока текущую броню и просто пойдем сводим расщепим свиток зеркальных копий для того чтобы свиток зеркальных копий мы расщепим чтобы получить еду собственно мы получили еду смотрим у нас как раз одна свободная лечейка нарисовалась давайте возьмем ее ну и все в принципе ну мы к боссу не готовы потому что против босса нужно сопротивление к огню использовать но если у вас его конечно нету вам не повезло как вариант можно пробежаться вместе с вами до блин еще один причем тут их достаточно большое количество давайте вместе с вами тогда метательное оружие выложим все типы абсолютно для того чтобы у нас больше предметов на продажу поместилось покушаем и побежим на продажу собственно скелет скелет вот это некромант конечно ужасно идет почему некромант нельзя в лицо бы выйти потому что некромант увидел бы вас вызвал вызвал скелета он заблокировал бы вам проход вы могли скелета уничтожить с помощью палочки дезинтеграции но это сомнительное удовольствие опять же он бы тогда еще раз его вызвал эффективнее всего было дождаться именно самого некроманта а потом уже ждем муху давайте с ней подеремся как вы видите цифры урона внушительные собственно мы видим вора вор нас тоже должны видеть вор нас потерял слепой явно хотя вор нас потерял тут собственно дворов видеть неожиданной атакой стоит для того чтобы они у них не было шансов у них очень высокое уклонение тем самым они могут в большей степени уклоняться от ваших атак продаем все ненужное то что мы не будем использовать а все доспехи собственно немножко освободили себе место как вы понимаете у нас плюс 2 на зачарование давайте возьмем грифи сможем ли мы его взять не сможем давайте его за деньги возьмем тогда сможем ли мы его взять да сможем берем транспутацию рукавник становится мощнее отлично рано или поздно мы что-нибудь еще сможем купить по зелью мы пока не определились что это за зелье бомбы в принципе можно купить но единственное также присутствует магическая карта и спидок опознания нам в принципе оба предмета в идеале забрать для того чтобы ну они лишними точно не будут камень баланса в идеале тоже забрать летательное оружие кстати тоже 200 и 300 у нас 500 у нас 500 не хватит либо бомбы забрать за 200 давайте бомбы за 200 и это за 300 у нас не хватит ну бомбы хорошая вещь стоит ее забрать более их две штуки баланс конечно хотелось бы но у нас нет денег на баланс вот у нас также присутствует собственно куда ты поставил его ладно бывает давайте его выкинем для того чтобы дропнулась вставка мы возвращаемся на этаж на котором остановились нам конечно же будет упорно мешать это делать но это нормальное явление открываем все ловушки для того чтобы игра запомнила о том что такие ловушки у нее присутствуют удар в спину более эффективен плюс мы можем использовать скрытность так называемый удар неожиданной атаки единственная проблема в том что спилеты бьют давайте используем грифель это вода судя по всему да да амфибия шикарная амфибия позволяет вам передвигаться быстрее по воде ну амфибия конечно не прям вау но все таки это неплохо обратите внимание это огненный чемпион мы не готовы к огненному чемпиону давайте используем по понятным причинам чемпион нас поджег мы один свиток из-за него потеряем и замороженное мясо тоже пережаривать видим дм а он скорее всего нас с лица сможет достать раз два три он нас увидел мы лишние 10 единиц урона получили которые не могли бы не получать широкие комнаты они очень и очень мерзкие в том плане что они вы будете урон лишний получать особенно если это с другой стороны за респаунуто маг поэтому не всегда полезно выбираем метательное оружие для того чтобы двигаться дальше вот собственно маг который думает что он самый умный подняли метательное оружие давайте его поставим на быстрый слот для того чтобы его в будущем использовать ну все мы подбежали после тенго мы конечно к нему не готовы в плане того что у нас очень много свитков которые в идеале выкинуть для того чтобы они нам просто не мешались поэтому будем готовиться потихонечку перезарядку конечно жалко